здравствуйте уважаемые коллеги позвольте себе одну такую шутку сын набирает смс отправляет маме мама я домой еду купить что-нибудь мама отвечает купить себе квартиру придурок и живи отдельно тебе уже 40 лет вот сейчас в практике нашей педагогике очень такой критичный состояние но вот начальная школа мало того что там бывает обучают детей писать не как грамотно как слышится вот это вот мода пошла в штатах финляндии не учить писать детей сразу на ноутбуке азбуку изучать даже нейронные связи не те формируются прочие прочие вещи но в общем то в основном дети уже в школу идут умея в семье научили читать писать звук они знают то есть не этому скорее научить а вот начальная школа должна научить но что-то вот запускают это дело на это на студентах приходит первый курс аудиторию ну 30 минут лекции проходит и все но третья аудитория они уже там умирают падают их надо развлечь они просто засыпают и так далее главная задача в научной школы и родителей педагогов это научить произвольной фиксации внимания ты на уроке вот эти 30 минут нужно внимательно сидеть слушать учителя ну может передвигаться как по концепции базарного вставать сидеть но научиться вот именно концентрировать внимание не просто тебя развлекают увлекают потому что так надо вот это начальная школа а потом человек приходит в вуз и оказывается этого умения у него нет а это плохо знаете комильфон по правилам хорошего тона вообще просто победили людей но всегда считалось очевидным что нельзя читать чужие письма записки лезть куда-нибудь не просят какие-то интимные демники человека вот но сейчас в общем писем записка не так уж много стало да если электронные письма там на всякие хакеры уже лезут там там ладно же просто криминал преступления ну вот когда часто сталкиваешься с такими вещами когда читают чужие эсэмэски муж у жены жена у мужа раньше жены лазили по карманам пиджаков в поисках там следов кубной помады любовных записок то сейчас эсэмэски читаю но здесь тоже ведь нехорошо это дело да и потом когда вы читаете из чужие эсэмэски свою супруга там подруги там невесты и так далее значит свою слабость показывать вышел в себе не уверены ищите следы какого-то там соперника любовника что же вы такой за слабак такой что не уверена в себе вообще есть такая шутка правильно да да мужчина если вы хотите сохранить в семье великолепные отношения почаще стирайте носки и почаще стирайте эсэмэски знаете в последнее время по поводу камильфо правил хорошего тона убеждаюсь все больше что одно из правил надеюсь скоро просто отомрет за ненадобностью какое дамы не курят на открытом воздухе если курячая женщина должна это дело дамской комнате специальной курилки но никогда на улице и вот в казанец или казанских студенток девушек замечаю исчезает такая материя как курящие девушки у нас тем более в нашем университете запретили не только зданиях курить да но на территории огороженные забором выходить нужно за забор на улицу недавно еду вот сегодня девушки стоят у калитки там и чабанят свои сигареты какая-то остается такая детская дурь зачем это делать в общем то ну ладно дело в том что количество уменьшается катастрофически практически исчез такой класс а вот в москве нет там похабный город недавно был смотрел по улице прям не то что курят а по улице идет и курит на ходу каждая третья девушка это совсем с ума сошли не камельфон дамы на улице не курят недавно на аспирантской конференции часто этот вопрос всплывает когда техника интересуется ну по поводу что кто изобрел радио все таки марконе или попов строго говоря первый патент получил никола тесла вот был американский патент а в те времена америка власть по периферии мира они в европейские дела не лезли не полу кто чё знали но тесла в общем-то первое радиоуправление уже испытывал так далее а вот у нас здесь европе вообще эффекта с 1 сначала генрих герц передачи электронных волн через пространство александр степанович попов когда изобрелся грузы отметчик передавал первую радиограмму азбука морзе да он передал два слова генрих герц из одного здания в другое потом уже более серьезные станции целестроить для связи между кораблями он признавал приоритет герца но александр степанович попов кто он был профессор он был профессором так называются высшие минные курсы офицеров практически военная академия то есть он создавал систему связи для кораблей и даже может секретность какая была да он ничего не там не патентовал публиковал может быть да ну ему не приходило в голову что этим торговать еще можно а итальянец марконе ну что-то он сам придумал что-то он позаимствовал открытой публикации а вот он больше коммерсант он стал устраивать уже на продажу кстати радиоаппаратуру то он стал развиваться вот то есть потом трудно сказать кто там приоритет все как-то поучаствовали но что уже абсолютно непререкаемо была азбука морзе в этом радиотелеграф то есть печатные буквы на ленте да вот передача музыки и голоса по радио первой экспериментальной вещь была 1919 году в россии инженер бонжи бруевич а где-то в двадцатом году уже радиостанция коминтерна стал уже транслировать эти программы на весь мир здесь уж приоритет точно за нами продолжаем разговор о казанских улицах там же в новосоюзовском районе в прошлый раз мы говорили об улице лаврентьево всем недалеко находится еще одна улица называется улица читая на там стоит кстати новое здание казанско-технического университета это тоже не случайно николай гуревич читая он родился в лаишевском уезде в свое время выпускник казанского университета механик математик и вот когда в тридцать втором году было принято решение создание авиационного куста авиационных предприятий в казане соответственно авиационного института вот из аэродинамического отделения кг у казанского университета выделился отдельный институт казанский авиационный институт ну тогда не говорили ректор тогда слово директор использовали вот директором нового института по совместительству был назначен директор кг у ачитаев по форме сну считался как бы заместителем директора но реально именно он организатор казанского авиационного института здание находил все хозяйственные опросы решал и так далее вот мы в то же время значит достаточно известная фигура в механике, в математике, работал в Москве, академик. И вот в память об этом, об основателе нашего авиационного института, улица, где стоит новое издание КАИ, так называется улица Николая Гуревича Читаева. До свидания.